МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый день ждет своих друзей в клубе по интересам. Антикафе «Биг Бен» на московском шоссе 20. Телефон 8-920-99-3-2-99. Всем привет! В эфире нашего телеканала программа «Колейдоскоп». И о самых ярких событиях, которые привлекли внимание нашей программы, вы узнаете прямо сейчас. Весна – время необычных и ярких событий. И одним из таких событий с года в год становится «Библионочь», к которой мы уже все успели привыкнуть и все успели ее полюбить. Но, оказывается, существуют еще «Библиосумерки». Это аналог «Библионочи» только для маленьких. Детская областная библиотека на улице Почтовой устраивает такой праздник для детей уже второй год подряд. Множество интересных конкурсов, веселых станций и необычных приключений вновь ждали ребят в стенах библиотеки. Но если в прошлом году им посчастливилось посетить «Изумрудный город», то на сей раз их ждала Мурзилия. Как вы понимаете, все в этот день было посвящено известному с советских времен детскому журналу «Мурзилка», которому в мае этого года исполняется 90-е лет. Мы любим Мурзилку не потому, что он такой старинный журнал, многие выросли с ним, но мы любим Мурзилку еще потому, что в нем работал главным редактором, наш замечательный земляк Анатолий Васильевич Митяев, крупный детский писатель. С течением времени «Мурзилка» не теряет своей популярности и остается одним из лучших детских журналов. Вот и еще одна причина, чтобы напомнить о его дне рождения и детям, и их родителям. В «Мурзилке» можно найти все. Статьи о спорте, о том, что почитать, о том, как заботиться о своем здоровье. Ну все, все, все. Сотрудники библиотеки постарались придумать как можно больше развлечений для детей в эти библиосумерки. Самые усидчивые мастерили главного виновника торжества из цветной бумаги. Кому-то было интереснее научиться рисованию на песке. Ну а любители современных технологий играли в детские компьютерные игры. Кстати, для них была устроена еще одна секция, обучающая компьютерной безопасности. Эта секция посвящена интернету. Дети узнают о том, насколько он опасен, безопасен. Они узнают о вирусах, как от них избавляться. Также они узнают про социальные сети, как себя вести в интернете, что не нужно вести диалоги в интернете, в социальных сетях с незнакомыми людьми. Многие секции были посвящены определенным рубрикам журнала «Мурзилка». Так, на основе рубрики «Поговорим по душам» работала секция, где ребята при помощи тестов могли узнать о себе много нового. Например, по дате своего рождения можно было узнать, на какого сказочного героя похож ребенок. Или выбрать цветок, который ему нравится, и узнать определенные черты характера. Еще ребята отвечают на тесты, такие как «Может быть, ребенок инопланетянин?» или «Все-таки настоящий человек?» «Какое животное подходит ему больше?» То есть, ответив на вопросы, можно это узнать. Или «Настоящий ли ты друг?» «Как зависит твой характер и твое отношение к погоде?» Вот такие веселые тесты. Ну а смелые гости праздника отправились в самое таинственное помещение библиотеки – книгохранение, где наиболее ловкие нашли оставленные «Мурзилкой» подсказки, отгадали название весеннего цветка и получили за это медальки, которые можно было обменять на угощение. Нашлось на этом празднике занятие для родителей. Они с удовольствием вырезали бумажные шаблоны и мастерили по ним забавные фигурки. «Много игр предлагаются, которые вы можете поиграть со своими детьми вместе, которые развивают и ту же моторику, и внимание, и усидчивость. Они здесь общаются с друзьями, это тоже их объединяет. Ну и им интересно, спортивный интерес, собирать жетончики, много игр, много всяких предложений». Конечно же, не мог обойтись такой праздник без подарков, которые приехали из самой редакции знаменитого журнала. «Самые большие знатоки «Мурзилки», те, кто нарисовал рисунки, те, кто выучил стихи из «Мурзилки», они получат вот такие призы». Вот такие насыщенные получились библию «Сумерки» в стране Мурзилии. Ну а впереди нас ждет ночь в библиотеке, на которой уже взрослые читатели смогут отправиться в увлекательное путешествие по самым известным литературным произведениям. Ну и по традиции следующий сюжет о выставочной жизни нашего города. Только на этот раз в объективы камер попали не картины и не фотографии, как мы уже привыкли, а старинный народный промысел. В выставочном зале певческого корпуса Рязанского Кремля открылась настоящая северная сказка. Из Великого Устюга сюда приехали образцы удивительного промысла – изделия из черненого серебра. В прошлом году у нас уже прошло пять таких выставок региональных. Это были выставки в Великому Устюге, в Вологде, в Кирилла Белозерске, в Кирове и в Петрозаводске. И в этом году мы вышли за рамки юбилейного года, решили продолжить эту серию выставок и получили приглашение от Рязанского государственного исторического музея заповедника Кремля. Соответственно, конечно, это предложение приняло, организовали здесь выставку в Рязани. И теперь у Рязани жителей, в Вестей Рязани появилась просто уникальная возможность впервые посмотреть столь крупную выставку изделий завода «Северночек». Чайные, кофейные, десертные наборы, предметы сервировки стола и ювелирные украшения выполнены традиционным для промысла ручным способом с соблюдением старинной технологии. Изделия сначала принимают форму, над этим работает ювелир-монтировщик, он создает форму изделий, затем гравер наносит рисунок на изделие, затем изделие попадает мастеру-чернильщику, который наносит черненое изделие, и затем идут еще несколько процессов, как выяснение качерни, как возможная подгравировка, полировка изделия, ну и для расширения ассортимента мы еще используем такой процесс, как золочение изделия, то есть это как раз для тех случаев, когда просто люди любят изделий чистый серебрь, люди любят изделий позолоченный, то есть мы используем еще и процесс золочения, чтобы придать изделию совсем немножко другой вид. Особенное значение придается предметам религиозного назначения, они изготовлены в строгом соответствии с канонами русской православной церкви. Изделия северной черни можно увидеть в государственных музеях и частных коллекциях по всей стране. Эксклюзивные авторские работы объединяют уникальность художественного стиля, который отличает великоустюгское направление искусства чернение по серебру. Особенность этого вида искусства в том, что на серебро специальным образом накладывается черневой раствор, номертоисплавляясь серебром, образуя черневой рисунок. Из них нужно рассказывать всю технологию. Особенность в этом, особенность именно в его уникальности, потому что на сегодняшний день предприятие, которое представлено на этой выставке, является единственным предприятием, работающим в стиле древнерусского искусства чернения по серебру. Промысел обладает богатой историей. В прошлом году он отметил 330 лет со времени своего первого упоминания. Веками секреты рукотворного мастерства, тайны составы самой черни передавались из поколения в поколение и дошли до наших дней в первозданном виде. Принципиально не изменилась и технология, основу которой все так же составляют вдохновение художника, мастеровитость ювелира, а точность движения гравера и особое чутье чернельщика. Ознакомиться с шедеврами из серебра можно до 16 июня. Весна – очень непредсказуемое время года. Никогда не знаешь, чего ожидать от погоды. А вот в Рязанском обереге, несмотря на погоду, всегда тепло и солнечно. С Рязанским оберегом наши телезрители уже хорошо знакомы. Мы не раз рассказывали о центре, где не одно десятилетие школьников обучают народным промыслам и ренослам. На этот раз нашей съемочной группе позволили приоткрыть завесу тайны над техникой жгутовой лепки из глины. Мы называем эту технику жгутовой техникой, хотя в народе она называется, как у нас идет, колбасная техника. Она очень, с одной стороны, простая, с другой стороны, она достаточно сложная в исполнении. Мы берем глину кусочек, катаем колбаски одинаковой толщины и этими колбасками, можно сказать, рисуем, выкладываем нужный нам узор, орнамент. После долгого трудоемкого процесса получаются, например, вот такие удивительные домики. Только в ходе работы надо быть предельно осторожным. Глина – совсем непростой материал. С ней нужно долго знакомиться, узнавать ее секреты, чувствовать. В чем интерес этой техники? Это вот в самом конце. Потому что, выкладывая узор, мы потом его объединяем, вот так замазываем пальцами, как будто убираем его совсем. Но на самом деле он остается, и вот сейчас мы с Вероникой перевернем ее работу и увидим такой неожиданный сюрприз. Вот такой красивый домик получился. А вот с ребятами помладше педагоги центра на этот раз встречали весну. Поэтому темой занятия стали цветы. Один из воспитанников, Кирилл, даже сочинил белый стиль. Я сейчас сделаю цветок, А еще мое солнышко обожгли. Еще вчера. И я сочинил сам стишок. И сейчас я его вам расскажу. Пришла весна, запели птички. В лесах расцветают подснежники, А в дворах мать и мачеха. Немного погодя расцветают одуванчики. А еще в его руках из глины появилась самая настоящая ромашка. Рязанский оберег знаменит еще и тем, что именно здесь появилась на свет уникальная рязанская глиняная игрушка. Директор нашего центра, Шустин Ольга Владимировна, разработала вот такую вот удивительную птицу. Это птица счастья. Такая игрушка, которой нет нигде. Это настоящая рязанская глиняная игрушка. Настроение в центре, который год создают рукотворные солнышки. Их здесь столько, что в самый непогожий день становится светло и тепло. С нашей съемочной группой ребята из Рязанского оберега тоже поделились своим солнечным настроением. Мы дарим вам солнышки. Пусть ваше настроение всегда будет такое же солнечное и замечательное. Спасибо большое. Ну а мы продолжаем рассказывать вам о домашних питомцах. И на сей раз героиней нашего сюжета стала сибирская кошка. Большие пушистые кошки на приземистых лапках с огромными глазами, невероятно симпатичными мордочками и разнообразным окрасом. Пожалуй, именно так, не вдаваясь в сложные характеристики породы, можно обрисовать сибирскую кошку. Эта порода считается аборигенной, сформировавшей свои отличительные черты в сибирской тайге. Насколько это правда, судить не нам, но достоверно известно, что первый стандарт этой породы был утвержден в России в 1990 году. И уже через два года представители этой породы принимали участие в международных выставках. Сегодня сибирская кошка считается исконно русской и пользуется огромной популярностью среди заводчиков, в том числе и в Рязани. Юлия Степанова, владелец одного из рязанских питомников, уже на протяжении двух лет занимается выведением именно этой породы. Я также, как и все, хотела просто завести кошку для дома, чтобы был уют в доме, счастье. Долго очень выбирала эту кошку, эту породу. По многим признакам она мне именно подошла, так как обладает сибирским здоровьем. Во-первых, очень красивая кошка, украшение дома, гипоаллергенно. Мы всей семьей подумали и выбрали себе первую кошку сибирской окрасы колорпоинт, сиамского окраса. Ну а потом из обычной владелицы кошки сибирской породы Юлия превратилась в заводчиком. Она начала изучать стандарт породы, участвовала со своими питомцами в выставках, в общем, влюбилась в сибиряков. Вообще характери этих кошек можно говорить бесконечный. Они очень умные. На самом деле очень умные. Они тонко чувствующие настроение своего владельца, хозяина. Ласковые, но ненавязчивые в то же время. Кошки с чувством собственного достоинства. Никогда они не отомстят, не обидят. Они важные, как львы. Сейчас вы видите котов, важные, как львы, но такие же игривые, как котята. Особого ухода сибирские кошки не требуют. Достаточно два раза в неделю их вычесывать и правильно кормить. Единственное, что я бы хотела сказать, что нужно давать травку, давать витамины, как кошки в основном сейчас живут у нас в квартире. Также мы советуем своим покупателям все-таки кормить кормами супер премиум класса или натуральной пищи, как кто хочет. На сегодняшний день у Юлии проживает три кошки. Две сиамского окраса и одна черная красавица с невероятной, по словам Юлии, энергетикой и забавным характером. Она не очень любит громкий смех, громкое повышение голоса любого. Для нее это вообще неприемлемо. Я начинаю играться с ребенком, щекотать его, он громко смеется, она прибегает и начинает убирать мои руки, смотря мне в глаза, что что-то не так, что-то случилось. То есть и тут же начинает ласкаться, всех утешая, что все хорошо, бережет покой в нашем доме. По одной из древних примет, кошка в доме к благополучию и миру в нем. Так что подумайте, может быть, именно кошка сибирской породы подарит вашему дому спокойствие, а вам счастье. Ну а мы напоминаем, что если вы хотите рассказать о вашем домашнем любимце, будь то собака, кошка или, может быть, даже змея, звоните по телефону, указанному на экране. Ну а наша программа на этом подходит к концу. Увидимся с вами ровно через неделю. До встречи. Каждый день ждет своих друзей в клубе по интересам. Антикафе Биг Бен на Московском шоссе 20, телефон 8 920 99 3 2 99. Продолжение следует...